Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Касым Жумар Тукаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым. Главы государств подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних политических, экономических и культурно-гуманитарных отношений на основе дружбы и братства, добрососедства и стратегического партнерства. Кроме того, они обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной повестки дня и обсудили повестку предстоящих до конца текущего года мероприятий. Кроме того, Шавкат Мерзиёев поздравил Касым Жумар Тукаева с днем первого президента и пожелал процветания и дальнейшего укрепления авторитета страны в мировом сообществе. Сегодня в Казахстане отмечают государственный праздник, день первого президента. В честь торжественной даты в Акарде прошла церемония поднятия государственного флага. После церемонии прозвучал гимн Казахстана. Именно в этот день, в 1991 году, в первой в истории страны в народных выборах, президент был избран на султан Назарбаев. Современный облик нашей страны сформировался во многом благодаря своевременным и значимым решениям Нурсултана Назарбаева. Сегодня казахстанцы вспоминают о главных из них. Архитектор нового независимого Казахстана, первый президент Ельбасы Нурсултан Назарбаев прочно закрепил за собой это звание. Не только в нашей стране, но и во всем мире. Да и возникнут ли у кого-то сомнения в правильности этого определения. За короткий срок Казахстан не только превратился в стремительно развивающееся государство, но и заслужил высокий авторитет в международном сообществе. Профессор Кокшетауского университета имени Абая Мирзахметова, историк Роза Буктугутова вспоминает, как Нурсултан Назарбаев успешно вывел нашу страну из кризиса 90-х годов. Были очень сложные ситуации не только в городе Кокшетау, но и в других регионах. И в городе не было света, газа, тепла не было. И вот в этих трудных условиях Нурсултан Абишевич принял правильное решение провести приватизацию предприятий, привлечь иностранных инвесторов. И через несколько лет жизнь наладилась, развиваться стала торговля, появляться новые частные предприятия. Еще на этапе становления страны Нурсултан Назарбаев решился на беспрецедентный и смелый шаг. 29 августа 1991 года своим указом он закрыл Семипалатинский ядерный полигон. Это судьбоносное для нашей страны решение позволило тогда еще молодой республике заявить о себе на весь мир. В этом уверена кандидат педагогических наук Ирина Ровнякова. Сегодня мы живем в миролюбивом государстве, интегрированном. И основу положила, конечно, идея нашего первого президента Эльбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева о закрытии ядерного полигона. Это повлекло за собой то, что огромное количество стран, которое позволило нам привлечь сюда огромное количество инвесторов. А инвесторы – это развитие экономики. Благодаря инициативам Эльбасы Казахстан в современном мире является едва ли не самым стабильным государством. Список таких судьбоносных решений можно продолжать долго. Стоит отметить учреждения Ассамблеи народа Казахстана, строительство новой столицы и также создание Евразийского экономического союза. О многих достижениях политического курса первого президента страны идет речь и в цикле документальных фильмов «Семь грани независимости». Его накануне дня первого президента показали во многих образовательных учреждениях страны. Картина дает молодежи возможность оценить главные этапы экономического и социального строительства Казахстана. С момента обретения независимости нашей страны главная задача Эльбасы была обеспечить своему народу их право и свободу. И он это закрепил Конституцией. Это важное событие навсегда останется в истории страны. Принятый документ считается гарантом благосостояния народа. И сейчас Эльбасы активно принимают участие в улучшении и развитии Казахстана. Нурсултан Назарбаев также участвует в судебной реформе, которая также направлена на защиту прав человека. Ну и, пожалуй, самое важное достижение Нурсултана Назарбаева, которое все мы ощущаем прямо сейчас – независимость страны. Вот уже почти 30 лет мы живем в мире и согласии. Важно помнить об этом всегда и ценить каждый день. Марк Брюшко, Хабар, 24. Новый аэропорт Туркестана принял первый рейс. Там приземлился пассажирский авиалайнер из Нурсултана. Для города это событие историческое. За посадкой следили и наши корреспонденты. Рауль Габитов расскажет. Аэропорт строили чуть больше года. Накануне его осмотрели инспекторы комиссии авиационной администрации. Были обследованы летное поле, укомплектованность персонала, оснащение и техническая база. По итогам проверки воздушная гавань получила сертификат годности и разрешение на работу. А уже сегодня здесь встретили первый в истории Туркестана авиарейс. Посадка прошла успешно. Из Нурсултана в Туркестан прилетели 180 пассажиров. Спустя некоторое время самолет вылетит обратно в столицу. Один из пассажиров поделился своими впечатлениями. Мы в Туркестан приехали вчера по работе. Мы приехали сюда через Чимкент. Добирались с Чимкента два часа. И получается сюда прямых рейсов не было. И мы в принципе даже не знали, что будет прямой рейс. Потом просто от знакомого мы узнали, что в Туркестане открывается аэропорт и что с первого числа начинает работать. Потом я зашел в интернет, посмотрел, действительно работает. И уже на обратном пути мы взяли билеты отсюда. Вообще здесь, как я вижу, праздничное настроение. И вообще очень удобно то, что самолет вылетает именно отсюда. И нам не надо ехать опять в город Чимкент, который раньше был Басанцентром, чтобы уже выезжать оттуда. Отмечу. В новейшей истории Казахстана это первый аэропорт, возведенный с нуля и в чистом поле. Он соответствует всем мировым стандартам. Предполагаемый пассажиропоток до трех миллионов пассажиров в год. 5 декабря официально стартует пассажироперевозки в Алматы. Постепенно планируется наладить авиасообщение в города не только Казахстана, но и других стран. Например, Турции. По данным специалистов, на начальном этапе периодичность перелетов из Туркестана в столицу составит 6 рейсов в неделю, а в Алматы – 4. Стоимость перелета составит 6-7 тысяч тенге. Добавлю, что одна из авиакомпаний уже планирует базировать свои суда в этом аэропорту. Рауль Габитов, Самат Нагашпекула, Ербулат Абишев, Хабар-24, Туркестан. Башню в комплексе Абудаби-Плаза назовут Казахстан. Об этом рассказал Нурсултан Азербайев в своем интервью телеканалу «Казахстан», которое сегодня покажут в эфире в 8 вечера. Эльбаса выразил надежду, что комплекс станет центром притяжения туристов. В следующем году самую большую башню Абудаби-Плаза назовем Казахстан. В нашей широкой степи нет более высокого здания, которое было бы видно так далеко. И когда кто-то спросит, а что это за высокое здание, люди будут отвечать. Это башня Казахстан. Чехия возглавила антирейтинг Европы по смертности от COVID-19. За весь период пандемии здесь заразились почти полмиллиона человек. Власти делают все возможное, но сдержать распространение вируса пока не удается. В некоторых областях на помощь врачам пришли волонтеры и студенты старших курсов медицинских вузов. Подробности у Александра Гресса. В пересчете на 100 тысяч человек населения в Чехии всего за две недели скончалось 23 инфицированных. Эти показатели вывели страну на лидирующие позиции печального антирейтинга Европы. Вторая волна хоть и не застала Прагу врасплох, но оказалась куда суровее своей предшественницы. Однако такая угрожающая статистика будоражит не только социальную, но и политическую жизнь в регионе. Накануне местные сенаторы посчитали принятые властями меры по урегулированию ситуации чересчур жесткими. Они обжаловали постановление о национальном карантине в Конституционном суде, назвав все сделанные шаги бессмысленными и дискриминирующими малый и средний бизнес. В итоге комендантский час сократили, а условия изоляции ослабили. Усталость населения играет сегодня большую роль в развитии пандемии. И речь не только о простых чехах, устали и политики. Сдерживать экономику, изыскивать новые средства, а просвета не видно. Психологически людям тяжело, сейчас пора праздников, а они вынуждены сидеть дома. Все это порождает ненамеренную халатность и пренебрежение изоляцией. Отсюда увеличение пациентов с ковид в несколько раз. А состав медицинского персонала остался прежним. Врачи не справляются и также сказывается усталость. Поэтому все закономерно. Одно слабое звено тянет за собой последующее. Чтобы хоть как-то разгрузить врачей, власти привлекли добровольцев и студентов медицинских вузов. Большинство университетов сейчас переведены на дистанционное обучение. По мнению учащихся, помощь докторам сегодня лучшая практика. Многие из волонтеров год назад проходили в этом же отделении стажировку. Признаются, тогда большинство коек были пустыми. Сегодня тысячи инфицированных, поступающих ежечасно, уже норма. В Праге с нашествием больных удается справляться. Сказывается наличие больших клиник. А вот в регионах все намного хуже. Мест уже не хватает, как и врачи. И волонтеры очень помогают. Однако, при всем уважении, это еще не опытные врачи. Они проводят дезинфекцию помещений, следят за больными. Но в случае критической ситуации мы, доктора, по-прежнему остаемся одни. Рук не хватает просто катастрофически. Разгрузить врачей по замыслу чиновников должно недавнее постановление властей о национальном тестировании на ковид. За короткое время намерены проверить абсолютно всех чехов. Тестирование будет добровольным, а затраты покроют медицинские страховки компаний. Масштабная программа стартует уже 4 декабря. Правда, сами медики не понимают, как общенациональное тестирование им поможет. Ведь проводить анализы нескольких миллионов человек, вероятнее всего, будут те же загруженные сегодня врачи и лаборанты. Дмитрий Лукши, Павел Невит, Хабар, 24, Чехия. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что число новых случаев инфицирования COVID-19 уменьшилось впервые с начала сентября. Все меньше случаев регистрируют в странах ЕС, в частности во Франции и Великобритании. Эксперты называют это положительными результатами действующего карантина. Тем не менее, мир продолжает ждать вакцину от коронавируса. Американская компания Модерна заявила, что препарат их эффективен, а в России стартовал третий этап испытаний вакцины Epivacorona. Компания Модерна подала заявку на регистрацию своего препарата в США и Европе. И сейчас производитель ждет ответы от властей. Подробнее через несколько секунд. Вакцина от коронавируса американской биотехнологической компании Модерна показала стопроцентную эффективность. Но подходит она только для пациентов с тяжелой формой заболевания. Для всех остальных она эффективна лишь на 94%. В испытании препарата участвовали больше 30 тысяч добровольцев. Большинство из них перенесли вакцинацию без серьезных последствий. Представители компании утверждают, что их препарат может стать мощным инструментом, способным изменить ход пандемии. Модерна уже подала запрос на получение лицензии в Европе и в США. Мы считаем, что эти данные надежны и их достаточно, чтобы на этой основе разрешить использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в США. Мы надеемся, что получим разрешение в соответствующих юрисдикциях вывести вакцину на мировой рынок. Что касается безопасности препарата, серьезных угроз здоровью на сегодняшний день мы не зафиксировали. Но, конечно, мы продолжим мониторинг и будем отслеживать все сигналы. В России начались пострегистрационные испытания уже третьей вакцины от COVID. На этот раз проверку проходит препарат EpiVac Corona, созданный в новосибирском центре Vector. Исследования принимают участие 3000 человек. Четверть добровольцев получат плацебо. Главные условия для испытуемых – отсутствие вредных привычек и хронических заболеваний. Не подходят и те, кто уже перенес коронавирус. Все добровольцы находятся под наблюдением медиков. Не исключено, что уже в декабре препарат поступит в продажу. В Британии две вакцины от коронавируса планируют зарегистрировать уже в этом месяце. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, регулирующие органы королевства в ближайшие недели дадут разрешение на применение препаратов. Речь идет о вакцине американской компании Pfizer и его немецкого партнера BioNTech. А также о вакцине, созданной Оксфордским университетом совместно с британской шведской AstraZeneca. При этом Национальная служба здравоохранения страны активно готовится к началу вакцинации населения. Планируется, что в первую очередь прививки сделают медицинским работникам и пожилым людям. Пока что ни одна вакцина не была одобрена для применения агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Однако мы, конечно, надеемся, что и вакцина Pfizer и BioNTech, и вакцина Оксфорда и AstraZeneca получат необходимые разрешения в ближайшие дни и недели. Вакцинация от COVID-19 во Франции не будет обязательной, об этом заявил президент Эммануэль Макрон в своем обращении к нации. Но при этом власти страны готовят стратегию вакцинирования французов в ожидании появления эффективного и безопасного препарата. Сами французы, как показывают результаты опроса, не горят желанием получить прививку от коронавируса. В исследовании приняли участие больше тысячи человек, и 59% из них не планируют вакцинироваться. Сейчас на прямой связи со студией из Парижа находится наш корреспондент Алиас Сыздыкова. Алиас, добрый вечер. Скажите, уже известно, когда и кого будут вакцинировать первыми? Добрый вечер, Асель. Когда? Пока неизвестно. Потому что невыбранные вакцины кандидатные, французы заключили несколько договоров с разными компаниями, но будут ждать результатов окончательных исследований, какие вакцины будут наиболее эффективны и безопасны. Но ориентируются пока на начало 2021 года. Зато известно, кого первыми будут прививать от коронавирусной инфекции. Это персонал домов престарелых и жители домов престарелых, поскольку в период эпидемии коронавируса треть смертей от осложнений этой инфекции пришлась именно на дома престарелых. Всего разделена компания по вакцинации на 5 фаз. Вторая фаза – это люди старше 75 лет и медработники с показаниями. И дальше третья, четвертая, пятая фаза – это общая масса населения. Причем принцип такой – чем старше человек, тем раньше он получит вакцину. Что касается несовершеннолетних, то власти страны решили не прививать их от коронавирусной инфекции. Дело в том, что эта категория населения показала наименьшее количество осложнений. Возможно, в будущем французы введут вакцинацию обязательной для несовершеннолетних французов, но это может быть только тогда, когда вакцина действительно со временем покажет свою эффективность и безопасность. Алия, если вакцинации не будет обязательной, как заявил президент, тогда будет ли эффект от прививочной кампании, если, к примеру, больше половины населения откажутся от прививок? Да, Асель, проблема в том, что на всем европейском континенте французы являются главными вакцино-скептиками. И вот просто заставить их всех дружно пойти сделать прививки, это просто невозможно. Я думаю, что президент Макрон это все понимает. Скорее всего, ужесточение правил все-таки будет, но со временем сейчас во французском обществе ведутся ожесточенные споры по этому поводу. К примеру, предлагают сделать вакцинацию обязательной для людей отдельных профессий, например, для врачей, для персонала домов престарелых, для учителей, в общем, для тех, кто в закрытых помещениях контактирует с большим числом людей. Могут ввести ограничения для тех, кто откажется вакцинироваться, например, им не будут доступны поездки на самолете, или им могут ввести обязательный карантин по возвращению с другой страны. В общем, скорее всего, ограничения введутся, но опять-таки это все покажет время, когда вакцина появится, и уже начнется вот эта кампания по вакцинации от коронавируса. Спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был наш собственный корреспондент из Парижа, Алиаса Сдыкова. А мы продолжаем. Из-за вакцины от коронавируса цены на нефть могут вырасти на 20%, утверждают эксперты. По их словам, зимняя вспышка COVID не помешает восстановлению баланса на рынке нефти. Согласно прогнозу, в следующем году цена на нефть марки Brent вырастет до 65 долларов. Это, в свою очередь, повлияет на восстановление мировой торговли и рост экономики. Вера, ну вот с незерпением ждем вакцину. А у меня на этом все. Да, это хорошие новости. Последние. Спасибо. С международным локом была Аселя Жан Барше. Ну, а я продолжу. Вернемся к событиям в нашей стране. Около 800 пульсоксиметров на сумму 12 миллионов тенге незаконно пытались вывести из страны. Контрабанду медицинских аппаратов пресекли пограничники на пункте пропуска СРМ в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента комитета нацбезопасности. Известно, что подозреваемый гражданин Казахстана. Задержаны грузы и транспортные средства, переданные сотрудникам Уполномоченных государственных органов. В Шемкенте на 50% обновили парк общественного транспорта. Ко дню первого президента в мегаполис завезли 590 новых автобусов. Сегодня они вышли на маршруты, связывающие окраины с центральной частью города. В новом транспорте установлены видеокамеры и кондиционеры. Кроме того, автобусы оборудованы ручными пандусами и местами для инвалидных колясок. Автопарк Шемкента планомерно обновляют последние три года. Изучив международный опыт, специалисты разработали и новую маршрутную сеть. Работает в городе и система электронного велитирования. Это новые автобусы, это газ, экологически чистые. Там уже нет проблем. И сейчас остальные 440 автобусов планируем в конце января 2021 года. Мы сейчас охватываем все социальные маршруты. Впервые за последние 10 лет земельные участки для индивидуального строительства получат жители Уральска. Все эти годы земли по ТЖС не выдавали, так как в бюджете не было средств для строительства инженерных сетей. Зато теперь приступить к возведению домов смогут около 2000 семей. Последний раз землю для индивидуального строительства уральцы получали в 2011 году. Земельные наделы тогда выдали без каких-либо коммуникаций. Дома жителей новых микрорайонов Кокжиек и Сарарка к благам цивилизации подключали постепенно. Но вот дорог там нет до сих пор. Куанш Молдалиев рассказывает, в Распутицу доехать до дома просто невозможно. Когда мы приехали, тут не было ни света, ни газа, ни воды. И когда начали строить, ничего не было этого. Потом постепенно начали, провели свет, газ, воду в течение пяти лет, наверное. А с тех пор дорог нету. Как не было дорог, так и нет. Машины оставляем там. Люди оставляют машины, где можно проехать. Там гравийная дорога у нас есть. И даже у людей снимали колеса, воровали, потому что машины там оставляли без хозяева. Тут, наверное, полтора тысячи домов есть уже, наверное. По ПДП-2 вопросы по инженерным коммуникациям тоже провели, полностью сняты. Вопрос оставался по строительству автомобильных дорог, которые мы в текущем году только начали реализацию этого проекта. Соответственно, с 2011 года много возникало вопросов именно по снабжению инженерной инфраструктуры полностью. Сейчас по закону земля выдается с коммуникациями для постройки жилья. В прошедшем году полторы тысячи участков раздали очередникам в десяти сельских районах области. Еще около двухсот нынешним летом. Для горожан готовят чуть больше тысячи участков при городном поселке Круглоозерное. По городу Уральск подготовлен план детальной планировки на 1141 земельных участков. По Каратюбинскому районе на 144 и в Терекинском районе на 528 земельных участков. Земельные участки будут предоставлены после подведения инженерных коммуникаций. Десять лет назад в городе были факты незаконной выдачи бесплатных наделов от государства. После судебных разбирательств очередь на землю оцифровали. Сейчас она доступна на электронном портале. Между тем, коррупционные факты есть в сфере распределения сельскохозяйственных земель. В Чингловском районе участник самого земельной комиссии, он сам явился заявителем. И поэтому здесь возник вопрос о конфликт интересов. И такая ситуация была в Терекинском районе, когда сам председатель комиссии выделил земельный участок для своего родственника. Данное решение комиссии по Терекинскому району было аннулировано. В электронный формат для снижения коррупционных рисков перевели аукционы по аренде и продаже участков для бизнеса. В цифровой карте можно будет увидеть и свободные участки, в том числе и сельхознаделы. Бутагос Базарбаева, Руслан Газезов, Конат Махмутов, Уральск, Хабар, 24. Сразу 50 семей в Ковшигае Алматинской области отпраздновали новоселье. Многие из них этого момента ждали десятки лет. И вот их мечта сбылась благодаря государственной программе Нур-Лежер. Подробнее расскажет Асем Кущегулова. Венера Утигенова в своей новой квартире встречает первых гостей. Многодетая мать празднует долгожданное новоселье. Накрыла богатый десарахан, чтобы в доме всегда царило счастье. Такая вот традиция. Самое главное – все трудности позади. 12 лет мы жили в съемной квартире. В 12-м году мы встали в очереди. Хочу сказать спасибо президенту нашему. Всем поздравляю вас с праздником сегодняшним. И всем желаю успехов, здоровья. В новом доме 50 квартир. Ключи от них в торжественной обстановке вручили малообеспеченным горожанам. Им повезло. Именно сегодня теплоснабжающее предприятие Капшагай-Жилу перешло на газ. А значит новоселы и другие горожане теперь круглый год могут пользоваться горячей водой. Это не только комфортно, но и экономично. Мы ежегодно в отопительный период тратили огромные бюджетные средства. То есть потребность была 26 тысяч тонн мазута. Стоимость 26 тонн мазута – это было в пределах 2,6 миллиардов тенге или 2,8. В данный момент, когда мы уже перейдем на газ, потребность 30 миллионов кубов газа – это где-то около миллиарда тенге. Поэтому вы сами видите, какая большая экономия. На сегодняшний день к экологическому топливу подключено 20% городских объектов. По словам местных властей, в следующем году газом будут отапливаться в каждом доме. Асим Кощегулова, Алмас Адвакас, Эдуард Кон, Хабар-24, Алматинская область. 40 новоселов получили ключи от квартиры в Шарбаринском районе Туркестанской области. Сдачу жилья приурочили ко дню первого президента. Жилье в новом микрорайоне получили многодетные семьи, очередники и работники бюджетных организаций. Подробности в следующем сюжете. Алпамас Морзатаев – инвалид первой группы. У него врожденный паралич. Последние 15 лет мужчина ждал своей очереди на жилье. И все это время вместе с семьей ютился в съемных квартирах. Наконец, долгожданный день новоселья настал. Многие годы жилье приходилось брать в аренду. А теперь у нас будет свой дом. Это большое счастье. Я благодарен за этот подарок. Среди новоселов и учитель информатики Гульнура Аманбаева. В очереди на квартиру она простояла пять лет. Своего жилья никогда не было. Но теперь эти трудности позади, говорит женщина. Квартира мне понравилась. Самое главное – она теплая. Мы все очень рады. Новый многоэтажный дом возвели в рамках программы «Нурлужер». Строили его почти два года. Активное участие в решении жилищного вопроса принимают и предприниматели. Например, только в этом году за счет спонсоров крышу над головой обрели 12 семей. В ближайшее время в Шардаринском районе планируют сдать в эксплуатацию еще один дом на 40 квартирах. Лужанца Айдильдина, Рауль Габитов, Туркестанская область, Хабар-24. Через год полностью решится проблема с водой. В Майском районе Павлодарской области. В этом году там ввели в эксплуатацию групповой водопровод. Это позволило обеспечить водой 14 сел и райцентр малого села Шахан. Подробности у Ирбола Абишева. Очень долго жители этого села, где проживает чуть более ста человек, возили воду с Иртыша на хозяйственные нужды. Питьевую, очищенную им доставляли с райцентра. Неделю два раза привозили. Вторник с угоду питьевую воду, с модуля привозили. Питьевую. Ну мы фляги набирали просто для питья. Пищу делать. А чтобы, допустим, скот поить, бани там где-то записывать. Мы водовоз нанимали. Сейчас эта проблема отпала у нас. В доме Ольги Соломатиной теперь все блага цивилизации. Вода течет с крана. В доме санузел и душ. Раньше привозная вода обходилась дорого. Водопроводная будет намного дешевле. Надеется женщина. С водой вот супую, холодную сделали по возможности. Баню хотим сделать. Вот так вот. Так уже интересовались, сказали, будет не больше 200 тенге куб. Пока мы ни счетчики, ничего не ставили. Групповый водопровод в майском районе строили долго. В первый раз проект начали в 2010 году. Тогда из-за недобросовестного подрядчика и прекращения финансирования работы остановились. В 2018 строительство опять возобновили. На первом этапе проложили основную магистраль протяженностью более 140 километров. Дальше начали проводить внутрипоселковые сети. В самом райцентре пусконаладочные работы завершили недавно. Большая часть села Ковтубе уже подключена к системе центрального водоснабжения. Очень хорошо и удобно стало. Мне уже 70 лет. Тяжело ходить за водой на колонку. Теперь даже на улицу в такой мороз лишний раз выходить не хочется. Все удобства в доме. Всего за два года в районе удалось поднять показатель обеспеченности населения качественной питьевой водой с 14 до 73 процентов. Осталось немного, чтобы в оставшихся шести малых селах эта проблема решилась навсегда. В общей сложности где-то 200 человек. Это 6 сел. В 2021 год мы планируем их упрощенные. Есть упрощенные варианты реализации проектов. Тем самым у нас, если там заявлено до 2023-2025 годы, но мы в 2021 году по району полностью планируем закрыть. 100 процентов. Современная коммунальная инфраструктура создает инвестиционную привлекательность району. С каждым годом сюда все больше тянутся переселенцы с юга. Нынче новое место жительства облюбовали 160 семей. Ирбулавишев, Самат Аспанов, Женистин Мирбулат, из Павлодарской области, Хабар, 24. До конца года еще 15 сел Кустанайской области обеспечат чистой питьевой водой. Работы ведут планомерно, согласно разработанному плану развития до 2025 года. Артем Грапов расскажет подробности. В Карасуском районе более 30 крупных и мелких сел. И основная часть этих населенных пунктов не имеет центрального водоснабжения. Даже в райцентре поселки Карасу. Туда много лет тянули трубу от Ишимского группового водопровода. Довести удалось только в прошлом году. А вот подключение домов – проект года следующего. Поэтому местным жителям придется еще потерпеть. День, получается, 4 часа всего дают. В обед с 12 до 2 и вечером с 6 до 8. Все. А так больше воды нет. Кто успел, тот успел, не успел. Приходится по соседям бегать. Вода с перебоями идет. Зимой вообще здесь. Пока наберешь, как в суток, как говорится, замерзнешь. Тем не менее, у местных властей есть план до 2025 года. В первую очередь проведут реконструкцию разводящих сетей в райцентре и селах Восток, Железнодорожное и Октябрьское. Есть уже одобренные проекты еще для четырех населенных пунктов. За два года в Карасуском районе планируют провести водопроводы в 12 сел. Там, где не будут строить, есть альтернатива. Для обеспечения населения поселков привозной водой в текущем году за счет средств областного бюджета было приобретено два водовоза на базе автомобилей КАМАЗ о емкости 7,5 кубов. На сегодняшний день проработаны маршруты для обеспечения данных сел. Также в перспективе установка в населенных пунктах пунктов раздачи воды, то есть киоски с запасным емкостью до 3 кубов. По официальным данным в этом году центральным водоснабжением обеспечат 15 сел области. И вроде бы есть перерост, но этой услугой в регионе пользуются лишь 36% сельчан. Артем Грапов, Сергей Товтенберг, Куснаяская область, Хабар, 24. В Казалардинской области вдоль реки Сырдарья определили 15 потенциально опасных участков общей протяженностью почти 74 километра. На восьми из них расчищены русла реки и укреплены защитные дамбы. На оставшихся работы планируется завершить до конца года. В зонах возможного подтопления созданы более 100 эвакуационных пунктов, способных вместить около 156 тысяч человек. На готове техника и специалисты. На местах ведется круглосуточный мониторинг. Откорректированы планы оперативного реагирования и инженерно-технических мероприятий. Работы по укреплению защитных сооружений ведутся сразу на нескольких участках. В Казалинском районе, близ села Абай, в Крамакшинском районе на двух участках общей протяженностью в 2 километра. В Сырдарьинском районе начат ремонт дамбы, а также в Жанокурганском и областном центре. Сейчас на реке начался процесс обледенения, поэтому на каждом из опасных участков ведется круглосуточный мониторинг. Бывшие сотрудники органов внутренних дел посетили опорные пункты полиции в Ак-Тубе. Ветераны МВД регулярно делятся опытом с молодыми специалистами и даже выезжают в рейды. Даже на пенсии полковник полиции Галамдаулиталин продолжает трудиться во благо народа. Патрульный участок номер 9 посещает трижды в неделю. Помогает молодым сотрудникам в ведении сложных дел, оформлении документации, решении вопросов личного характера. Главным качеством хорошего полицейского считает умение коммуницировать. Трудовой путь Галамдаулиталин начал 50 лет назад с должности рядового сотрудника шалкарского РУВД. В разные годы руководил госавтоинспекцией в Мартугском, отделами внутренних дел в Айтикибисском и Мугалжарском районах. За плечами правоохранителя с 34-летним стажем не один десяток раскрытых преступлений, множество наград за безупречную службу, а в памяти самые трогательные воспоминания. Ветераны ходят на пенсии, но они скучают. Более 25 лет работали, поэтому они от души приходят помогать нашим молодым сотрудникам. В наше время коммунициализации не было, таких зданий у нас не было. Сейчас государство помогает, сейчас ежегодно зарплату повышают нашим сотрудникам. Поэтому мы всегда говорим, мы в те времена работали на мизерные деньги, потому что свои профессии любили. И вот таким личным примером мы им показываем. В небосещение закрепленного за ним опорного пункта ветеран полиции принимает граждан. При необходимости участвует в рейдах. Вот всех соседей вот так обходим. Поддержку профессионалов высоко ценят действующие сотрудники. По их словам, вклад ветеранов в становление и развитие молодых кадров неоценим. Участок большой. Количество населения 40 тысяч человек. Без помощи ветеранов никак. Их у нас четверо. Всегда совет дадут, поделятся опытом, поддержат. Это большая работа. Отмечу, сегодня в регионе проживает порядка трех тысяч ветеранов департамента полиции. Все они продолжают сотрудничать с ведомством и находятся в постоянном контакте с молодежью на добровольных началах. Айсулу Махмутова, Булат Молдагалиев, Актубе, Хабар 24. Житель Петропавловска дарит вторую жизнь старинным автомобилям. Игорь Туев не может пройти мимо раритетного авто, даже если от него остался только ржавый кузов. Он по крупицам восстанавливает технику, не жалея ни сил, ни средств, ни времени. Мастер уже собрал уникальную коллекцию москвичей. Нургуля Ахметова встретилась с реставратором. На полагающиеся мне по закону времени я, по совету друзей, решил приобрести авто-машину москвич. Новая модель. Ценитель раритетных машин Игорь Туев тоже решил приобрести москвич. Модель, правда, уже не новая, но зато редкая. Полный привод. Год выпуска 1959. На весь Советский Союз таких было всего 7,5 тысяч, говорит коллекционер. Спустя полвека она практически в идеальном состоянии. Просто я болею этими машинами и все. Вот именно старыми. Ну, некоторые люди не понимают, для чего, вот зачем, типа, хлам собираешь. Господи, когда же ты на металлолом-то сдашь? На ней еще мои внуки кататься будут. Машина, если с ней правильно обращаться, сто лет может сохраниться. Вот этот москвич 1963 года прежний хозяева уже хотели выбросить на металлолом. Но технике повезло, она попала в умелые руки автоколлекционера. Теперь ее ждет глубокая реставрация, и года через два машина будет как новая. Еще можно по гаражам нарыть. Там у дедушек, только уже, может, дедушек нету, уже внуки продают запчасти. У них вот резину новую нашел, там диски, колпаки. Это «Москвич 401». На таких ездили в послевоенное время. И сейчас, глядя на машину, мало кто догадается, что мастер сделал ее из современного «Мерседеса». Это самый первый и, пожалуй, самый дорогой для Игоря Туева самодельный ретроавтомобиль. На его создание у реставратора ушло целых 10 лет. Взял болгарку в руки и от «Мерседеса» все лишнее убрал. Вот получилось, что получилось. То есть на современную машину натянут кузов. Вот от такого «Москвича». Но если у самодельного «Москвича» в салоне все-таки ощущаешь современный «Мерседесовский комфорт», то, сев за руль этой машины, сразу окунаешься в прошлое. Нет печки, нет поворотников. Вот только дворники работают от двигателя. Чем быстрее двигатель вращается, тем быстрее дворники начинают работать. Каждый год 9 мая Игорь Туев садится за руль этого «Москвича» и едет к вечному огню. Есть в коллекции реставратора и послевоенный мотоцикл «Иш-49» тоже на ходу. На вопрос, зачем ему весь этот транспорт, мастер отвечает просто. Это не только любовь к технике, но и возможность прикоснуться к истории. Нургуль Ахметов, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар, 24. Библиотеку первого президента открыли для студентов Авуст-Каменогорские читальные залы. Там работают в онлайн-формате. С учетом всех требований дистанционного обучения, библиотекари оцифровали почти 4000 книг, редких изданий, научной и художественной литературы. Причем даже многотомники удастся скачать за минуты по QR-коду. Для особых запросов читателей сохранили и печатные оригиналы. Но их чипировали и внесли в электронные поисковые каталоги. Проделана очень огромная работа здесь. Вместе с современным электронным форматом библиотеки сохранен и традиционный формат библиотеки. Это значит работа с книгами. Это очень нужно. Без книг, без библиотеки нельзя развивать мышление нового поколения. Актюбинские библиотекари в эти дни рассказывают читателям об исторической роли Ельбасе в становлении и развитии независимого Казахстана. Книжную выставку под названием «Личность, известная миру» уже посетили десятки горожан. У взрослых и детей есть возможность ознакомиться с представленной литературой в читальном зале. И если одни выбирают книги о школьных годах и о начале трудового пути Ельбасы, то другие интересуются его политической карьерой. Фонд библиотеки имени Сактагана Байшева насчитывает 350 тысяч книг, в том числе все труды первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Среди читателей они пользуются большим успехом. Жизнью и деятельностью Ельбасы интересуются и школьники, и студенты, и пенсионеры. В столицу будущих летних игр вернулись гигантские олимпийские кольца. 15-метровый символ привезли в Токийский залив в рамках возобновления подготовки к Олимпиаде. По словам организаторов, монумент установили в январе, когда коронавирус еще не казался таким устрашающим, и не было сомнений, что Олимпиада пройдет в срок. Решение о переносе соревнований из-за пандемии приняли лишь в конце марта, а сами кольца убрали на реставрацию в августе. Так как этот символ снова здесь, мы хотим, чтобы жители Токио и международное сообщество почувствовали приближение игр. Мы хотим, чтобы все знали, мы точно проведем Олимпиаду 2020 в будущем году. К этому часу это пока все новости. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова